Продолжение следует... Многонациональный, всемирный народ Священного Писания. Приветствуем каждого, кто здесь находится, всех, кто нас слушает, смотрит. Мы очень рады. Я очень рад находиться снова вместе с вами, видеть ваши добрые и радостные лица в этот благословенный день. Наш мир и история нашего мира усеяна завоеваниями. И, к сожалению, львиная доля этих завоеваний связана с кровопролитием, с потерями, с жертвами. Но среди этих завоеваний есть удивительные, которые отличаются своим характером и по своему существу. Индия – страна, которая находилась под колониальным гнётом, длительным колониальным гнётом Англии. Страна, где часто происходили межнациональные, межкастовые, межрелигиозные войны. И в этой стране в семье министра родился и вырос человек, посвятивший всю свою жизнь борьбе за независимость путём ненасильственного сопротивления. Всю свою жизнь человек шёл к этой цели, чтобы освободить Индию от английского колониализма и дать ей независимость. За пять месяцев до своей смерти Махатма Ганди всё-таки добился своей цели, цели всей своей жизни. Индия стала независимой без единого выстрела, без одной капли крови целая страна стала независимой. Но всему этому предшествовали многолетний труд и призывы, сопровождаемые тем, чтобы конкретно и полностью отказаться покупать всё произведённое английской империей и пользоваться всем тем, что было ввезено из Англии. Наше внимание хочу сегодня обратить вместе с вами на другое завоевание, которое происходит каждый день. Завоевание, которое за гранью воображения. Завоевание, которое смело и по сути оно такими является, называется сверхъестественным. Величайшее завоевание, когда преступники становятся законопослушными, алкоголики трезвенниками, надменный горделивец кротким и добродушным, ведущий разгульный образ жизни, становится прекрасным семянином. Величие этого завоевания в чём? Многие из нас, кто здесь сидит, наверное, большая часть, большая часть из всех, кто здесь находится, испытали на себе это. Когда Искупитель завоевал наше сердце. Чем Он завоевал наше сердце? Страхом, выстрелом, заставил кого-то здесь. Захватил Он нас или завоевал? Когда Он завоевал нас, мы поняли, что есть некто, кто захватил нас без нашей просьбы, без нашего согласия. Захватил и делал практически всё, что Ему хотелось. Искупитель говорит, идите за Мной, и Я сделаю вас ловцами человеков. Я сделаю вас завоевателями сердец. Если помните, на прошлом квартале мы исследовали тему, где говорилось о том, что к Иисусу привели слепого человека с просьбой исцелить его. Но там, в субботней школе, звучал вопрос, почему Иисус исцелил его таким необычным способом. Давайте откроем наш священный текст и посмотрим, что говорит об этом Марк в 8 главе с 22 по 26 текст. Он взял слепого за руку, вывел вон исцеление, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли, что он. Он взглянув, сказал, вижу проходящих людей, как деревья. Потом опять возложил на него руки, на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть ясно. И послал его домой, сказав, не заходи в селение и не рассказывай никому в селении. Первое, что здесь хочется подметить и на что обратить особое внимание, то, что этого человека привели. И второе, то, что за этого человека просили, чтобы его исцелили. Евангелие задержит много случаев, несколько случаев, когда к Искупителю приводили людей, но инициатива исходила от самих людей. Она исходила от того, что того, которого принесли четверо его друзей по просьбе его. Но здесь, в данном случае, мы видим, что этого человека привели. И плюс ко всему еще просили за него. О чем это говорит? Это говорит о том, что этот человек не совсем до конца понимал, а может быть и совсем не знал, кто такой Искупитель. Не понимал и не было никакого знания у него о том, кто перед ним находится. Ни малейшего представления и никакого доверия. Именно поэтому Искупитель берет его за руку и ведет из селения. Не просто подальше от глаз и ушей. Чтобы выйти из селения, необходимо время. Зачем он дает ему время? Для чего? Общеизвестно, что у людей, у которых отсутствует зрение, у них очень остро развито обоняние, слух и осязание. И человек, совершенно слепой, и не знавший, к кому привели его, не знавший, стоит ли доверять ему, позволит ли ему заниматься своим здоровьем, теперь имеет прекрасную и удивительную возможность познакомиться с тем, кто взял его за руку. Как он взял его за руку, как вы считаете? Тысячи рук брали этого слепого за руку, из года в год, изо дня в день, из месяца в месяц, из недели в неделю. И каждую руку, скорее всего, он ощущал и запоминал, и в памяти у него оставалась информация, кто как взял, кто-то небрежно, кто-то по-доброму, кто-то ласково. Но это было особое прикосновение. Это было особое прикосновение, потому что его взял за руку сам Бог. Что исходило от Христа при прикосновении его руки? Ощущая руку слепой одновременно и своим острым обонянием, чувствовал запах, который исходил от него. И слышал, как он передвигается, как он вел его за собой. И чувствовал, что все это одновременно у него складывалась какая-то общая картина. Несомненно, что Искупитель повел его через село, вернее, из села, очень безопасным и очень удобным путем для этого слепого человека, держа его руку одновременно и надежно, и в то же самое нежно. Мы не знаем, говорил ли Иисус что-нибудь ему в дороге, но, выводя слепого из селения своим теплым прикосновением, своей мягкой, но уверенной походкой, своим ровным сердцебиением, своей заботой, своим участием в жизни этого человека, давал понять, что с кем он имеет дело, который не имел даже ни малейшей веры в него, чтобы самому сделать к нему хоть какой-то шаг. Иисус являл этому слепому Бога, живого Бога. Сейчас слепому было есть с чем сравнить со всем тем множеством прикосновений, запахов и ощущений, которые он слышал через свои уши. Ему было есть с чем сравнить. Для нас, физически здоровых или относительно физически здоровых, эти все детали, как звуки, голоса и прикосновения, не всегда имеют такое важное и глубокое значение. Для слепого человека они имели огромное значение. Для него это было целое откровение. Для него это была открывшаяся книга. В каждом шаге Искупителя, в его ровном дыхании, в его сердцебиении, в его здоровом сердцебиении, в теплой руке, в нежном прикосновении читалось только одно. «Я люблю тебя, ты дорог для меня, ты ценен, я хочу исцелить тебя, я желаю тебе здоровья». И Иисус завоевывал сердце слепого. И если повторить слова Павла, для слепого я был как слепой, чтобы приобрести слепого. Многие скажут и подумают, «О, это прекрасно, это здорово, если бы Иисус нас повел за руку». Любим ли мы, когда Иисус нас водит за руку? Или Он нас не водит за руку? Я думаю, то, что мы здесь присутствуем, это явное доказательство того, что Он ведет нас за руку, за то, что Он беспокоится о нас, за то, что Его ровное сердцебиение, Его забота, Его прикосновения, которые мы ощущаем в виде благословения Солнца, радости, в виде побед, в виде присутствия наших детей здесь, в виде множества других благ, которыми Он нас осыпает. Мы видим это наяву, и мы видим это реально. Возникает, когда проблема, когда возникают трудности. Готовы ли мы следовать за Иисусом? Когда нам дает совет или наставление не очень приятный брат или сестра, готовы ли мы дальше идти за Иисусом? Если Иисус это делает через таких людей, в каких случаях нам хочется или не хочется идти за Иискупителем? А иногда, когда ради нашего же спасения Иискупитель использует такой эксклюзив, плюнул на глаза Ему и исцелил. Готовы ли мы после такого неординарного исцеления, когда сердце разрывается от счастья и радости и хочется всем рассказать, что произошло у тебя в жизни? Послушаться не совсем понятный совет, никому ничего не рассказывать и вообще в эту деревню не заходить и идти домой. Готовы ли мы на это? Любим ли мы, когда Иисус ведет нас через совет совсем простой или скромной сестры или брата или незначительного в чьих-то глазах или не имеющего никакого авторитета человека? Бог и тогда, и часто, иногда и такое использует. А помните, как говорит Дух Пророческий, что говорит, «Готовя себя к небесному царству, вы готовите других». Писание говорит, «Ходите прямо ногами вашими, чтобы хромлющее не совратилось до тех пор, пока мы трудимся для Христа, держась за руку всемогущего, мы в безопасности». Но как только мы вырываемся из его руки и начинаем зависеть от людей, то оказываемся в большой опасности. Взгляд ввысь, 7 июля, утренний страж. Иногда есть искушение думать, что тут бы самого меня бы спас кто-нибудь, кого мне там спасать? Кого мне там завоевывать? Однозначно переоценивать себя это опасно и не стоит. Но равнозначно и то, что если мы не можем жить без Него, если мы не мыслим своей жизни без Него, и если мы озабочены тем, что Он вложил в наше сердце, тем, чем Он с нами поделился, и просит нас поделиться этим с другими, это нельзя угошать, это нельзя недооценивать, потому что Бог обещал и говорил, «Идите за Мной, и Я сделаю вас ловцами человеков, Я сделаю вас завоевателями сердец человеческих». Бог, постоянно разделяющий с нами свой мир, постоянно разделяющий с нами свой покой, свою радость, вселяющий в сердце уверенность, полагающий почву под наши ноги, вместе со всем этим подарил нам эту великую честь, делиться тем, что Он нам открывает. Он вкладывает в наше сердце уверенность, что тот характер, который был вложен в Адама, он обязательно будет восстановлен. Он вкладывает в наше сердце уверенность, что мы обязательно вернемся в блаженную вечность. Он также разделяет вместе со всем этим свою природу, природу своего божественного естества. И вместе со всем этим Он с нами разделяет радость спасения окружающих, если мы занимаемся этим. Если мы находимся в процессе этого, Он, восстанавливая в нас свой характер, позволяет посмотреть на всех Его глазами, слышать Его слухом, и Его мысли становятся нашими мыслями. И живущий в нас Искупитель с каждым разом все глубже и глубже дает понять, что наши падшие и нечистые мысли явились причиной того, что на Его святое чело был одет венец из терновых колючек. Наши злые дела, которые мы делаем, они стали причиной того, что Его руки были прибиты. руки, которые постоянно благословляли и приносили исцеление. Наши беззаконные пути, которые мы творили, они являются причиной того, что Его ноги, которые шли туда и приносили благословение и счастье всякому, кто попадался на пути, теперь прибиты по этой причине. Мы глубже начинаем осознавать ценность в Его глазах людей, которые нас окружают, осознавать цену, уплаченную за каждого человека от вечной погибели, от второй смерти, как говорит Священное Писание. Каждый проникшийся этим духом, он начинает также проводить дни и часы в молитвах, переживаниях, а иногда в посте за людей, которые дороги и ценные, за людей, которые также являются драгоценностью в Его глазах, но еще не знающих искупителя. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем». Колоссянам 2.6. А как мы Его приняли? Каждому есть, что вспомнить. У кого-то улыбка не угощала, у кого-то радость переполняла, кто-то не мог насытиться этим миром и покоем. каждый из нас может рассказать множество прекраснейших опытов, неописуемой радости и всего, что сопровождало при знакомстве с Ним. И, вдобавок ко всему этому, непреодолимое желание рассказать другим, что Он сделал для нас. Но Священное Писание говорит, как вы приняли Его, так в Нем и ходите. Почему? Потому что эту радость можно очень легко потерять. Потому что огонь, который зажег Он, он может угаснуть, если Его постоянно что? Не подогревать. Да. И поэтому Писание говорит, что вы приняли Его так, как вы приняли Его, так и ходите в Нем. И это означает, что нам необходимо находиться в состоянии спасения, в процессе спасения для того, чтобы избежать всякой самоуверенности. Иисус говорит, кто со мной собирает, кто со мной, тот со мной собирает. Кто против меня, тот расточает. Давайте задумаемся, что мы делаем сегодня, на сегодняшний день. Прошлый опыт это прекрасно, это хорошо. Что сегодня мы делаем? Собираем ли мы вместе с Ним? Собираем ли мы для Его Царствия? Участвуем ли мы в спасении жизни других людей? Угасло ли это желание делиться с этими людьми благословенными опытами, благословенной информацией? Творец, искупитель и утешитель, создавая человека, вложил в него самое наилучшее. и он сделал все, чтобы дана была высокая оценка, весьма хорошо. И он, вложив в него свою любовь, все это дает нам возможность видеть, осознавать и действовать соответственно тому, что значит смотреть его глазами, что значит делать его дело его методами. Мы проповедуем, дарим литературу, приглашаем людей к себе домой. Зачем? Один человек спросил меня, зачем ты это делаешь? Тебе оно надо? Сидел бы ты там в своей лаборатории и ковал эти свои зубы, и зарабатывал бы деньги, что ты сюда, что ты ходишь с этими книгами? Зачем мы это делаем? Скажите, пожалуйста. Чем является основной и главнейший мотив того, почему мы это делаем? Потому что тот, который без единого выстрела, без единой капли крови завоевал наше сердце, завоевал любовью, непревзойденной, величайшей любовью. И эта любовь, она в самом хорошем смысле слова заразила нас. Заразила нас. Поэтому мы идем с этими книгами, поэтому мы стучимся, поэтому иногда приходится потерпеть унижение или оскорбление или еще что-то. Но каждый раз, когда мы проверяем и перепроверяем, зачем я это делаю, мы должны понимать, что если есть какой-то другой мотив, но не любовь, надо срочно пересмотреть. Надо срочно пересмотреть, потому что если я делаю это для того, чтобы заработать царствие Божье Божье, уважаемые, дорогие, это ошибочно, это неправильно. И Искупитель однажды скажет таким людям, отойдите от Меня, я никогда не знал вас. Это люди, которые скажут, мы твоим именем бесов изгоняли, как это так? Мы твоим именем проповедовали, мы твоим именем чудеса такие творили, как это так? А Иисус говорит, я не знал вас никогда. Почему Он так говорит? Потому что основной мотив, который является главнейшим качеством и плодом его характера, который мы называем любовь, не та сентиментальная, которая пришла и ушла, как влюбленность, а вечная любовь, которая движет и постоянно является основанием и всякого творения, и сегодня является также причиной и мотивом всякого искреннего человека, который идет за ним и делает его дело. 7 июля мы все с вами имели счастье в оздоровительном комплексе Гедука, когда два человека прекрасных молодых заключили завет с Господом Богом Всемогущим, войдя в воду. И это было начало их пути, начало спасительного пути, начало того, что они последовали за Ним. Вы испытывали огромную радость. Вы испытывали такую же радость, как и эти люди. А как сделать, чтобы эта радость постоянно продолжалась? А что нужно сделать, чтобы эти близкие отношения продолжались, чтобы этот плод в виде решения Алима пойти за Искупителем, в виде решения Светланы пойти за Искупителем продолжались. Иисус говорит, следуй за Мной, и я сделаю тебя завоевателем сердец человеческих. Следовать нужно когда? С 7 до 8 с 9 до 12 или послезавтра, или когда у меня там уже что-то выздоровеет, или колеса начнут уже в машине работать, или двигатель приведется в порядок. Когда нужно следовать за ним? Когда мы читаем про 144 тысячи, удивительно, что о них написано, они следуют за Агнцем когда и куда? куда бы он ни пошел. Куда бы он ни пошел, они за ним идут. Они идут 24 часа, 7 дней в неделю и каждый раз идут постоянно за ним. если если посмотрим на Алима, то очень так как бы понятно, он часто был среди вас, среди нас, общался и испытывал влияние. Но если мы посмотрим на Светлану, то это благословенный опыт, который одновременно и радует, и в то же время побуждает пересмотреть свое отношение, по-новому посмотреть, поглубже посмотреть на то, как я занимаюсь тем, что поручил мне царь царей. Каким путем, какими методами, какие мотивы стоят за этим, как я это делаю, наилучшим образом, или я как 50 лет назад говорил одними и теми же словами и этими же словами, так же и сегодня продолжаю говорить, или же я одними и теми же словами говорю людям из мусульманской культуры и людям из православной культуры, теми же словами говорю. Побуждает ли нас сегодня посмотреть на это по-новому, я хотел бы коснуться следующего, что когда Светлана была побуждаема не раз посвящать православную церковь, затем удивительным путем познакомиться с книгами издательства всем нам известного «Источник жизни» и прочитав ни одну книгу вдруг столкнуться с уроками «Так говорит Библия», пройти эти курсы, затем наступил благословенный, я почему так скажу, потому что это действительно благословенный карантин, когда этот карантин наступил, пришлось вернуться домой, в республику, а здесь изоляция и снова побуждение искать единоверцев и единомышленников и найдя по прекрасной коммуникации благословенной под названием интернет вашего пастора, нашего пастора, который как раз в это время не по счастливой случайности, но по благословенной закономерности проводил программу, затем она связалась с ним, еще раз прошла уроки, так говорит Библия, повторение, мать учения, а 7 июля заключила завет с Искупителем, с Богом, который возлюбил каждого из нас, и помимо радости от решения Адама и Алима и Светланы, я упомянул еще одну деталь, которая глубже и серьезнее побуждает нас посмотреть на то, что мы делаем, как мы делаем, пересмотреть. Почему? Потому что есть один очень серьезный вопрос. Кто побудил Светлану заходить в одну православную церковь, в другую, в третью? Кто побудил Светлану открыть книги издательства «Источник жизни»? Кто побудил затем изучать уроки, так говорит Библия? Кто побудил ее, приехав домой во время карантина искать общение? Кто побудил пройти уроки? Спасибо. Ответ однозначно один. Бог Святой Дух. Перечитывая пророчество Иаиля 2, 28, я хотел бы, чтобы вы открыли и посмотрели, что там написано. «И будет после того, и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши». Я обратил особое внимание на фразу «всякую плоть». И действительно, в оригинале это звучит «кальбасар» «всякая плоть». И Светлана тому подтверждение. Одна из многих, над которыми Бог лично сам трудится и ведет своим духом, касаясь сердца человека. Бог изливается и касается каждого человека, потому что так написано «на всякую плоть, на всякую плоть, не на тех, кто ожидает, не на тех лишь, кто ожидает второго пришествия и соблюдает его заповеди, не на тех лишь, кто заявляет, что они имеют истину для настоящего времени, на всякую плоть. И Светлана одна из подтверждений этому. Но в этом лично я вижу для себя один небольшой, маленький, нежный, отцовский, божественный упрек. Я хотел бы это сделать через тебя, дорогой мой сын или дочь. Я хотел бы сделать это через вас. Конечно, Бог от нас не зависит. Конечно, Бог спасает без нас, это однозначно. Но Божий план не изменен, чтобы каждый, принявший Его и последовавшись за Ним во всем уподобился Искупителю, Бог дает нам заповедь, следуй за Мной и Я сделаю вас с кем? Ловцами человеков. Бог удостоил нас находиться в гуще процесса искупления и спасения других. Для чего? Для того, чтобы нам самим постоянно иметь вот эти спасительные отношения, а не для того, чтобы зарабатывать Царствие Божье или самое лучшее место в этом Царстве. Нет. Бог удостоил нас всего этого для того, чтобы именно в этих условиях развивается и восстанавливается Его характер и Его любовь. О, если бы все в народе Божьем были бы пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них, числа 11-29, воскликнул величайший из всех пророков Моизей. Спасая окружающих без нас, мы снова и снова видим, что Бог неизменно озабочен в спасении людей, в спасении человечества, спасая людей через нас. Бог дает нам уникальную возможность иметь эту радость. И не только мы обретаем возможность еще глубже прочувствовать и убедиться, что нет более важного другого дела, чем дело спасения. Я не могу не вспомнить одну сверхъестественную картину, описанную в Священном Писании, которая за грани воображения, когда воскрес Искупитель, единственный, кто об этом пишет, Матвей, разверзлись из гробы и по воскресении Его воскресли многие тела усопших, пришли в город святой и что они делали? Свидетельствовали. Они свидетельствовали. Дело всей их жизни было свидетельствовать. Они продолжали делать то же самое, потому что Искупитель, Его Дух, Его Дело было главной заботой всей их жизни. Движение, которому мы с вами имеем счастье принадлежать, возникло именно по этой причине спасения человечества, спасения людей. Именно в гуще процесса Бог желает, чтобы мы находились без всякого шика, без помпы, без шума каждый день Бог обращает людей к себе, завоевывает их сердца, но в то же время происходит и захват. Враг души человеческой захватывает, Искупитель завоевывает. Однажды кто-то будет окончательно захвачен, а кто-то будет окончательно завоеван. Среди кого мы хотим находиться? Ответ, наверное, однозначный. Но этот ответ, вернее, решение этого вопроса зависит от выбора, который мы делаем каждый день в тишине, в спокойствии, в молитвах, в исследовании Слова Божьего. Иисус говорит, следуйте за мной. Что это значит? Нам надо подождать, пока сосед, мой друг, который рассказал мне об Иисусе примет за грешение и мне потом за ним последовать. Или нам надо подождать еще каких-то благоприятных условий, или нам нужно, чтобы землетрясения начались, или пандемия умножилась в 20 крат больше. Что нам нужно, что мы хотим, чего мы ждем? Если посмотреть внимательно, время не просто пролетает, уважаемые, время ускользает. Сегодня десятый месяц 20-го года, как будто недавно совсем Новый год наступал, и мы с 20-м годом друг с друга поздравляли с Новым годом. Уже десятый месяц, осталось два месяца, и 2020-й год навсегда уйдет в вечность, и мы уже ничего не вернем. И если сегодня нам необходимо принять решение, то самое главное решение это встать и последовать за Искупителем и позволить ему, чтобы он нас сделал кем? Ловцами человеков. Почему? Потому что когда мы этим занимаемся, то вопросы о том, кто на нас не так посмотрел, с нами не поздоровались, нас не поздравили с днем рождения, и вся остальная чехарда, она не касается нас, потому что мы счастливы, и радость, которую мы испытываем, находясь в гуще процесса искупления, она вдохновляет нас. Мы не видим, да, конечно, мы сталкиваемся со многими неприятностями, это будет происходить, но давайте не забывать, что кроткий и скромный Иисус обладал также духом и жаждой завоевателя. Величайшие царства, управляемые земными владыками, не входят ни в какое сравнение с его величием, его любовью, проявлением его славы. Тот, кто искренне и всецело любит Господа Иисуса Христа, будет любить и тех, ради спасения которых он умер. Такой христианин будет искать любую возможность послужить Христу в лице его учеников. Если мы посмотрим на одержимого, который пять секунд назад был исцелен, он не учился ни в какой синагоге, он даже не знал никакого пророчества, он даже по-еврейски не мог разговаривать, чтобы читать что-то. Но Искупитель ему сказал, иди, расскажи, что ты знаешь. Если мы сегодня что-то знаем, а у каждого из нас есть много чего, что мы знаем, много чего, что он для нас сделал. Кроткий и скромный Иисус также, обладающий духом и жаждой завоевателя, приглашает нас и говорит, пойди, расскажи своему соседу, соседке, по улице, коллеге, родственника, которого ты не видел полгода или еще больше, в каждом из нас, живет Искупитель, будет проявляться и кротость, и смирение, и скромность, но также дух и жажда завоевателя, присущая Искупителю. Какое удивительное сочетание. Кротость, скромность, дух и жажда завоевателя. Какое удивительное сочетание, какая совокупность, которая вместе раскрывает нам и показывает, что есть любовь, которая за гранью воображения. Что есть любовь, которая сверхъестественна, которая изменяет человека. Свидетельство другим об Искупителе – одна из составных доспехов, без которых победа полная и окончательная невозможна. Вот почему верный посланник Иисуса говорит «обуться в готовность благовествовать мир». А сам Искупитель призывает и повелевает нас и говорит «идите и научите все народы». Мы постоянно нуждаемся в том, чтобы он снова и снова трезво и объективно видит те средства, которые Христос предусмотрел для достижения этой сверхъестественной и важнейшей цели – восстановления характера и возвращения в блаженную вечность. Одно из составных является этого оружия свидетельство другим. Давайте прочитаем этот очень важный и серьезный отрывок в послании к Ефесянам 6 главе с 10 по 18 текст. «Наконец, братья и сестры мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во все оружие Божье, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для этого примите все оружие Божье, чтобы вы могли противостать в день злой и все преодолевшие устоять. Итак, станьте и припаяшьте через слова ваши истины, облегшись в броню праведности, обувши ноги в готовность благовествовать мир, а больше всего возьмите щит веры, которым сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божье, всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время духом с постоянством и молением о всех святых. И одним из первых перечисляемых средств стоит что? Готовность благовествовать мир. Можно без меча достичь победы, без щита, без шлема, а без обуви? Можно? босиком? Сразу возникает множество проблем. Все оружие имеется в виду полное вооружение, которое здесь перечислено. Одно из них то, о чем мы говорим. Сделаю вас ловцами человеков. Одним из самых посещаемых мест в Голливуде является Аллея Славы, которая представляет из себя ряд тротуаров и с обеих сторон улицы, где расположено более двух с половиной тысяч медных звезд, вмонтированных в бетонные плиты с именами знаменитых персон, которые вписаны на этих звездах. Аллея Славы проходит 15 кварталов. Кстати, 15 кварталов и вот эти звезды там лежат. И все звезды, которые там находятся, они вмонтированы в асфальт на тротуаре. Все за исключением одной единственной звезды. Она вмонтирована в стену кинотеатра, вернее театра Долби. Эта звезда принадлежит Кассиусу Марселиусу Клею, более известному как Мухаммед Али. Знаменитый боксер, известный, легендарный в истории бокса, на звезде значится как Мухаммед Али. Он сам обратился с просьбой, сказав, что я ношу имя пророка и не хочу, чтобы по этому имени ходили. Я хочу обратиться к нам, к себе, к вам, к тем, кто нас смотрит, к тем, кто называет себя ожидающими скорого пришествия, соблюдающими заповеди. Чьим именем мы назвались, как мы его носим, как мы представляем это имя, кого мы несем, когда выходим за эти сцены или из дома, кого в нас видят люди окружающие, которые очень пристально наблюдают за нами и знают, что мы являемся последователями того, чьим именем мы себя назвали. И самое главное объективное наше проповедь или свидетельство окружающим это то, о чем мы думаем постоянно, о чем мы говорим, кто или что является первым, последним и самым лучшим в нашей жизни. Это наше настроение или его отсутствие. Это наш внешний вид, включая чистоту, гигиену и опрятность. Это наша принципиальность в соответствии тому, что мы делаем, наши обязательства, наше доверие людям. Все это ими сопоставляется. Они внимательно смотрят, честны ли мы в деловых сделках, в обещаниях или же наоборот. Это свобода от национализма во всех его проявлениях, как явное проявление сатанизма. Это верное понимание и соответствие тому вопросу, о котором мы говорим, представляя это спасение, что в спасении нет ни мужского, ни женского, ни детского возраста, нет превосходства расового и национального, потому что как перед смертью равен и чернокожий человек, и светлокожий, узбек, украинец и кавказец, потому как любой из нас когда-либо живший или живущий или когда-то родивший, должно быть родившимся в будущем, в глазах святого и праведного Бога мы все падшие беззаконники, которых Он хочет коснуться и изменить точно так же благодаря великому искуплению Христа любой и каждый из нас достоин благодати, искупления и восстановления и вечности, то мы все равны. Нельзя ни в коем случае этого забывать, тем более сегодня, когда снова разожгли Азербайджана армянский конфликт, когда пытаются, если может вы не знаете, но к сожалению Балкаро-Кабардинский конфликт разжечь никак не получается, и другие места, и мы все это сегодня видим и понимаем, что тот, который захватывает, но не завоевывает, он хочет разжечь, он хочет, как сказал искупитель, украсть, убить и погубить. Это очень серьезный вопрос, и каждый из нас сегодня делает свой выбор, и чем чаще мы делаем выбор в сторону искупителя, тем вернее, и тем тверже, и тем глубже то, что мы сегодня имеем внутри себя. Необходимо взращивать дух вежливости, учтивости ко всем, необходимо лелеять этот дух, потому что сегодня люди готовы взорваться как спичка, не просто как спичка, а как бомба, если вы нечаянно задели его или наступили, не дай Бог, на ногу, потому что сегодня, когда все настолько напряжено, возникает снова и снова вопрос, разрывается ли мое сердце от беспокойства за то, что в это пролетающее стремительное время, в это время, которое ускользает, когда огромная масса людей, не знающие искупителя, погибают, разрывается ли мое сердце от того, что я ничего не смог или не сделал в этом вопросе, хотя бы в течение этого года привести одному хотя бы человека, привести его в правильные, законные, библейские отношения с искупителем, чтобы изучать священное писание и заключить с ним завет. Мы распространяем литературу, журналы, газеты, это все правильно, это все важно, но чтобы наш сегодняшний разговор не остался просто разговором, а был по существу, есть очень четыре очень важных момента. первое объединиться по двое или по трое, кому где как ближе, по телефону или по соседству или как угодно и конкретно и серьезно молиться о том, чтобы составить конкретный список, который вас побуждает Господь, список людей, с которыми вы имеете постоянное отношение, общение, касаемо именно этого вопроса, и с конкретными именами, с конкретными людьми молиться об этих людях, проявлять участие в их жизни, молиться по двое или трое о том, чтобы способные заниматься, преподавать истину, наконец проснулись, как сказал Искупитель, молите Господина Жатвы, чтобы выслал кого? Делатели не все могут говорить, кто-то может патроны приносить, кто-то может их изготовлять, кто-то может их заряжать, но это то, что сегодня происходит, но каждый из нас обязательно что-то может делать, нет ни одного человека, который ничего бы не делал, и последнее, периодически назначать день поста и молитвы за этих людей, за конкретных людей, за конкретные имена, за конкретные списки, которые вам дороги, с которыми вы встречаетесь, с которыми вы имели общение, которым вы когда-то свидетельствовали, которые вас слушают. Посмотрите сегодня, люди стали слушать, люди стали по-другому воспринимать, люди стали брать книги по-другому. Когда я недавно зашел в одно учреждение федеральное, где мне нужна была одна печать, меня туда вызвали, я вытащил книгу и говорю, позвольте вам дать книгу, здесь очень добрые мысли. Человек повернулся, так бережно, трепетно взял и говорит, добрые мысли нам сегодня, так необходимы. Сегодня люди изменились, но готовы ли мы сегодня приложить усилия, пожертвовать временем, силами, не постесняться, пойти и сделать это со своей стороны. Это очень важный и очень серьезный момент. Не откладывать в долгий ящик. Договоритесь сегодня, объединитесь, подумайте об этих именах, составьте эти списки, вы увидите благословение, вы увидите, что Бог, который однажды сказал, начни и делай, и Господь будет с тобой. Так написано, да и аминь. Молитесь об этих встречах, молитесь об этих людях, молитесь о том, чтобы Он послал тех, которых вы даже не знаете, но они уже готовы, как Светлана. Молитесь о том, чтобы это все позволяло вам достигать их сердец. Просите Его о том, чтобы Он наделял вас своей сверхъестественной любовью, восстановил в нас свой сверхъестественный характер именно тот, который когда-то был подарен Адаму. Давайте серьезнейшим образом, безраздельно и безбоворотно пойдем за Искупителем, чтобы Он сделал нас завоевателями сердец человеческих, которые давно уже ожидают нашего присутствия и давно уже ожидают влияния Искупителя. Аминь. Приглашаем всех помолиться одной общей молитвой. Аминь. Аминь. Аминь.